Здравствуйте! Вы смотрите новости 1-го Карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем только о главном. Уже больше 10 лет на станции МРЗа нет нормального водоснабжения. В Караганде не хватает специалистов в сфере услуг, торговли, гостиничного и туристического бизнеса. В Караганде банки требуют привлекать должников по кредитам к уголовной ответственности. Богом забытое место. Именно так называют свой край жители станции МРЗа. Уже больше 10 лет здесь нет нормального водоснабжения. В больших проблемах маленького поселка расскажет Амина Смакова. Железнодорожная станция МРЗа, через которую проходят все поезда, с сообщением от юга до севера страны, относится к поселку Актау Карагандинской области. Сначала образование станции, а это не один десяток лет назад, в домах нет и не было прямого водоснабжения. На дворе 21 век, а проблемы все те же. Люди обходятся тремя колонками. Ежедневная пробежка с канистрами стала неотъемлемой частью жизни местных жителей. Живем как, можно сказать, бичи. Здесь у нас нет нормального водоснабжения. Люди бедствуют с водой. Зима водой застывает, люди стоят у колонки по полтора часа с ведрами. Жители станции с ужасом ждут предстоящих холодов. Где брать воду, они не знают. Бесконечно покупать живительную влагу накладно. Мы не заслужили этого. Мы также платим налоги, и мы должны точно жить так же, как и в городах. По словам местных жителей, Акимат поселка Актау обещал провести им водопровод. Но дальше обещаний дело не двигается. Нет, никто на нас внимания не обращает и не хотят с нами разговаривать и ничего. Только одни обещания. Вот мы сделаем, вот да, да, да. А вот и ныне там. В Акимате говорят, что никаких жалоб и просьб от жителей станции Мурза не поступало. Более того, чиновники заверили, с водоснабжением у них все в порядке. От жителей станции Мурзы никаких жалоб не было, не поступало, что нет воды. Местные исполнительные власти так и не смогли сказать, будет проведен водопровод или нет. К слову, отсутствие водоснабжения – не единственная проблема жителей станции Мурза. Люди называют свой поселок богом забытое место. Но в данном случае не создатель забыл о своих обязанностях, а местный Акимат. Нет уличного освещения, мусорных баков, нормальной дороги тоже нет. Изменится ли положение жителей – неизвестно. В Караганде не хватает специалистов в сфере услуг торговли, гостиничного и туристического бизнеса. Об этой проблеме за круглым столом сегодня говорили бизнесмены и представители учебных заведений города. Подробности в следующем сюжете. Главная проблема для казахстанского рынка сегодня – нехватка профессиональных мастеров среднеспециального образования. Наш город остро нуждается в работниках ресторанного бизнеса, таких как администраторы, портье и официанты. По словам организатора круглого стола Елены Петренко, в настоящий момент выпускники некоторых учебных заведений не обладают нужными для своей работы знаниями. И для успешного развития бизнеса нам нужны конкурентные кадры, потому что это единственное сырье, которое невозможно завести вагонами, цистернами, даже штучно, и то завозить – это проблемно. И у нас нет других работников, которые мы с вами вырастим и примем к себе на работу. На сегодняшний день в шахтерской столице существует кадровый голод, отмечают участники круглого стола. Марина Коваль – представитель карагандинской фирмы, очень долго не могла найти на своё производство профессионального супервайзера и торговых агентов. Причина одна – в наших учебных заведениях не готовят таких специалистов. Очень много приходит людей с наименованием специальности менеджер. Ну, я не знаю, что в неё вкладывают учебные заведения, но по факту я вижу, что. Человек имеет какую-то теоретическую базу, иногда имеет, иногда не имеет, но абсолютно не понимает, что он должен делать, зачем его специальность и для чего его специальность. Директор колледжа экономики, статистики и права Татьяна Черномас готова к сотрудничеству с различными организациями города, чтобы отчётливо знать, как и чему учить будущих молодых специалистов. У неё даже есть своя точка зрения по этому поводу. Лично я свою точку зрения поддерживаю американцев, которые говорят, «Пока нет 20 тысяч нестандартных операций в вашем кейсе, вы не можете быть менеджером. Но где мы их наберём, эти 20 тысяч нестандартных операций, это всё для нас как бы нереально сказать. Но я бы очень была рада такому сотрудничеству». За круглым столом сегодня обсудили также вопрос поднятия престижа сервисных профессий, да так, чтобы сделать их призванием на всю жизнь. Николай Кровец, Сергей Высокосов, Первый Карагандинский. В Караганде банки требуют привлекать должников по кредитам к уголовной ответственности. Такую идею они предложили в рамках круглого стола в департаменте по исполнению судебных актов. Зачастую должники уклоняются от выплат кредитов. При этом банки обвиняют судебных исполнителей, что те плохо работают. В свою очередь судоисполнители рассказывают о должниках, которые скрывают свои доходы или вообще не работают. С таких тяжело что-то взыскать. Злостных неплательщиков представители банков предлагают привлекать не только к административной, но и к уголовной ответственности. Между тем на сегодняшний день у судебных исполнителей больше 7,5 тысяч неисполненных решений суда в пользу банков второго уровня. Жители Карагандинского региона должны им около 44 миллиардов тенге. И в связи с чем мы сегодня побудили представителям банков второго уровня опять же обсудить вопрос о том, что перед тем, как выдавать кредиты людям, чтобы они все-таки еще раз проверяли на наличие имущественного положения, ну как граждан, проверяли, чтобы они трудоспособны были. И сейчас мы вот обсуждаем эти вопросы. Аким города Мирам Смогулов встретился с представителями молодежных организаций. В неформальной обстановке, так сказать, без галстуков, молодые люди смогли из первых уст узнать много интересных фактов из жизни градоначальника. На какой ноте проходила встреча и о чем рассказал Мирам Смогулов смотрите в следующем сюжете. На встрече, которую организовал Центр по работе с молодежью Караганды, присутствовали более 60 человек. Начиная с первых минут общения представителей молодежных организаций с Мирам Смогуловым, стало ясно. Градоначальник интересен им не только как чиновник, но и как личность. Мы больше всего не вспомнили. Больше всего не было. Любимых. Аким города вспомнил о своей юности, первых местах работы и о том, как начиналась его политическая карьера. Так студенты узнали о том, что в детстве идеалом для будущего чиновника был его отец. Удивил и тот факт, что в молодости градоначальник работал строителем. Старше. Общество. Сейчас, конечно же. Это очень сложно. Кто бы это сделал. Губер, молодец. В своих вопросах молодежь Караганды также затронула и актуальные темы. К примеру, повышение тарифа на проезд в общественном транспорте и празднование 80-летия шахтерской столицы. По словам Мирама Смогулова, начиная с января, каждый месяц 2014 года будет посвящен определенной тематике. Например, февраль – юбилейная Караганда, март – цветущая Караганда, апрель-май – многонациональная Караганда. Наше 80-летие, оно не будет праздноваться одним днем. Оно будет праздноваться в течение всего года. Например, февраль – это тургаля, январь – это тургаля, именно февраль – мы начнем как раз таки. 10 февраля 1934 года город образовался первым днем. Мы откроем как раз таки жестовое собрание. Ну и каждый месяц мы заинтересованы какими-то сильными крупными предприятиями. В свою очередь Аким затронул темы благоустройства города и исполнения программы индустриально-инновационного развития. Мирам Смогулов также заверил представителей молодежных организаций о поддержке интересных инновационных проектов. Ирина Камышова, Марк Брюшко, Алжас Габасов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Заниматься любимым делом и получать за это достойную плату – что может быть лучше? Впервые в Караганде мы предлагаем углубленный курс менеджера по туризму и директорские курсы «Стартап в турбизнесе». Программа курса включает работу с клиентами, конкуляция индивидуальных туров, работу с готовыми турпакетами, документы оборот при оформлении тура, паспортно-визовые формальности, правила лицензирования и многое другое. Углубленное изучение позволяет работать сразу после окончания курса на уровне профессионального менеджера с опытом работы или директора турфирмы. По завершению курса выдается сертификат. Набор ограничен. Справки по телефону 97 47 42 8 702 155 98 00. Национальный банк выпустил в обращение памятные монеты из серии «Сказки народа Казахстана», «Достояние республики», «Города Казахстана», а также «Флора» и «Фауна». Они разработаны в соответствии с концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты. Памятные серебряные монеты «Шурале» из серии «Сказки народа Казахстана» «Пров». Качество номиналом 500 тенге. Такие же выпустили и из «Плава» «Незельбер» номиналом 50 тенге. Монеты «Родина яблок» из серии «Достояние республики» выполнены с позолотой номиналом 500 тенге. Стоимость монет из драгоценных металлов 8 900 тенге. Приобрести их можно во всех филиалах Национального банка республики. Национальный банк республики Казахстан также сообщает о выпуске в обращении 2013 года 5 ноября памятных монет из «Плава Незельбер» номинальной стоимости 50 тенге из серии «Города Казахстана». Это три города – Костаная, Балдукурган и Тарас. На каждой монете изображен герб города, символика города. Также их можно зачислять на счета, аккредитивы. Они являются законным платежным средством по номинальной стоимости. В Караганде подразделения ЧАЭС проводят двухдневное командно-штабное учение «Зима-2013». По всей республике проверяется готовность всех служб вести неотложные спасательные работы в условиях пониженных температур и буранов. Аким области Бауржан Абдиши провел смотр готовности сводного отряда экстренного реагирования и команды поиска и спасения людей. Эти подразделения предназначены для борьбы со стихийными бедствиями, ликвидации последствий крупных аварий, катастроф, оказания медицинской помощи пострадавшим при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях и эвакуации людей из зоны поражения. В состав сводного отряда входит 22 формирования, численностью более 300 человек и 113 единиц техники. Бауржан Абдишев заинтересовался современным медицинским оборудованием, которым оснащены машины спасателей. И, конечно, такое оборудование повышает шансы спасения пострадавших. Во время разгула стихий, да еще в 40-градусные морозы, нет малых или больших задач. Любая мелочь не должна подвести спасателей. От этого зависит жизнь людей. По оценке Акима области Бауржан Абдишева подразделения готовы к предстоящим нашим возможным экстремальным ситуациям. В целом он остался удовлетворен готовностью техникой, личным составом и то, что мы смогли показать сегодня на строевом смотре. В течение двух дней мы будем проводить тактико-специальные учения во всех наших крупных городах, населенных пунктах. Главная задача проводимых учений – это проверить готовность наших подразделений. После смотра Акима области Бауржан Абдишев пожелал успехов личному составу в их нелегком деле. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Более двухсот композиторов с Карагандинской области выступили в стенах Дворца культуры в преддверии праздника первого президента республики. Звонкой песней «Вдохновение» под таким названием прошла творческая встреча. Подробнее в сюжете Алина Акбаевой. Со сцены звучали стихи и песни о родине, жизни, народной лирической и веселой композиции. Исполняли авторские произведения на двух языках – русском и казахском. Творческие коллективы и сольные исполнители пели известные произведения – Касимовска, Нейтпаева и других карагандинских композиторов. Концерт показал сплоченность всех поколений. И в одном стремлении, и в одном настроении. Мы желаем процветать нашей стране, нашему Казахстану многие-многие годы. Одним из самых молодых участников был коллектив «Импульс». Они исполнили композицию Татьяны Максимовской «Город детства». Школьницы-частые гости на различных песенных мероприятиях. Мы готовились целую, наверное, неделю, а может даже меньше. Мне понравилась эта композиция, потому что она веселая, радостная. А вот один из вокальных квартетов Караганды исполнил песню композитора Татьяны Поверниковой «Казахстан и мир на земле». Одна из участниц коллектива, Ирина Гновская, занимается вокалом профессионально и планирует в будущем выступать на большой сцене. Мы готовились к этой песне, к этому выступлению около месяца. Нам очень нравится петь. Мы надеемся выступать на других концертах. Алина Акбаева, Карат Аршитов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Накануне прошло очередное заседание Координационного совета по реализации программы форсированного индустриального инновационного развития. Здесь рассмотрели ряд проектов для включения в дорожную карту бизнеса и претендующих на выделение государственных грантов. На предприятии Абай Полимер Сервис хотят создать линию по производству строительных материалов из полимер песчаной композиции. К примеру, канализационные люки из этого материала будут дешевле и долговечнее. К тому же на Ухау позволят очистить город от пластикового мусора. Еще один плюс – дополнительные рабочие места. Проект претендует на получение гранта от государства по программе развития моногородов. В Карагандинской области по программе развития моногородов предусмотрены гранты до 3 миллионов тенге на финансирование проектов начинающих предпринимателей. В настоящее время одобрено уже 18 проектов на сумму 53 с лишним миллионов тенге. Общая сумма выданных кредитов составляет 43,5 миллиарда тенге. За этот период выплачено 4 миллиарда тенге субсидий. Из них по первому направлению 195 проектов, прошло по второму 15, по третьему направлению проектов на сумму 11,2 миллиарда тенге. В рамках четвертого направления программы по Карагандинской области обучение прошли по проекту бизнес-советник 6118 человек. На рассмотрение Карсовету представили также проекты, заявленные на субсидирование кредита в рамках Дорожной карты бизнеса 2020. К примеру, компания «Жаныс» просит поддержки государства на реконструкцию и капитальный ремонт складского помещения. А вот недренческий центр «Колсалтин Сертифик» хочет оснастить свою испытательную лабораторию продукции и легкой промышленности. Алина Акбаева, Карат Аршитов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Сегодня журналисты всего мира отмечают День телевидения. Именно 21 ноября 1996 года Организация Объединенных Наций объявила ежегодное празднование для того, чтобы привлечь внимание общества к роли телевидения в продвижении мира и его развития. Праздновать этот день принято во многих странах мира. Репортеры, создавая эксклюзивные сюжеты, стараются передать все свои эмоции. Правда, некоторые из них остаются за кадром. Мегедектике байланысты енбекке жарамсы болып калған кенчилер в уздер нет. Впервые в Караганде проходит областной фестиваль современных уличных танцев. Более 30 команд собрались, чтобы побороться за главный кул... В здоровой борьбе по пауэрлифтингу установили новый мировой рекорд. И эта рука отнюдь не мужской стороны... Эй, Юлин Дергер, все... Дело, дело... Это дело не мужской... Это дело не мужских рук, а хрупкой девушки... Гена! 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 О, век, я поймал. Областная прокуратура приглашает на день открытых дверей. Прием граждан пройдет завтра, 22 ноября, с 15.00 до 17.00, по адресу проспект строителей 28А. По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону 35 35 77 35 35 33. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости первого Карагандинского и будьте в курсе всех событий. Спасибо за внимание. Я с вами прощаюсь. Сауболмсдар. Субтитры подогнал «Симон»!